Здравствуйте, коллеги! Смотрите еще один пример цветоделения для шелкографии из моего бесплатного обучающего цикла. Список всех видео по подготовке пленок можно найти на моем сайте, адрес на экране или на моем YouTube-канале. Если после просмотра моих видео вы все-таки не справились со своими файлами или у вас не получается качественное цветоделение, то пишите мне на WhatsApp или Telegram. Телефон внизу. Ваш Александр Федяев. Сейчас я хочу разобрать с вами векторные файлы. Причем слово разобрать, наверное, в самом прямом смысле этого будет. Дело в том, что вот мне нужно подготовить котенка. А вот в качестве примера я справа поставил лошадь, которую мы рассматривали в нескольких видео ранее. Лошадь подготовлена идеально, поэтому очень легко любой даже начинающий шелкограф может ее разобрать. Что значит? Что надо сделать? Нужно разобрать на цвета на разные и перекрасить каждый цвет в черный. Вот здесь вот это очень легко делается. Вот выделяется вместе с крестами. И мы уносим ее вправо или влево. То же самое потом голубой выделяется вместе с крестами, уносится. Потом это все перекрашивается. Каждый цвет перекрашивается в черный. Вот это вот перекрашивается в черный. Вот это перекрашивается в черный. Ну я условно говорю, там я надпись сейчас не трогаю, просто смысл какой. да вот и вот это перекрашивается в черный и вот у нас получается готовый файл да то есть там буквально несколько секунд и все но этот файл который был очень хорошо правильно подготовлен да то есть еще раз говорю что здесь был очень хороший профессиональный дизайнер делал он все лишнее удалил и файл сделал в идеальном варианте если мы то же самое попробуем делать здесь да ну вот по 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 цветам да вот допустим желтый цвет да мы выделили давайте ну во первых разгруппируем все так объект он групп 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 не работает так выделяем желтый цвет и отсюда вытаскиваем у нас вытаскивается полная чушь да то есть как бы если мы вот это вот распечатаем ну у нас получится ерунда потому что потом поверх желтого будет ложиться если красные ляжет и черные ляжет и вообще получится полная ерунда да то есть как бы этот файл для разборки не готов вот этот я закрою на открою этот на весь экран вот сейчас нам нужно как-то сделать пленки под этого котенка есть два варианта работы если нам лень разбирать то мы можем сделать правильные цвета да то есть смотрите что мы делаем мы идем сюда здесь опять по умолчанию фотошопе ой в иллюстраторе куча свачей мы выделяем все ненужные удаляем это нам не нужно тоже почему-то он его не удаляет черный черный нам нужен белый черный белый регистрейшн все пускай остается так так давайте сделаем еще несколько свачей смотрите мы берем розовый цвет кидаем его сюда говорим что он будет розовый говорим что он будет не процесс говорим что он будет spot color окей появляется у него такая плашечка да если мы сделаем его большим сейчас я уберу не мешалось давайте сделаем большие large лист вот 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 так так розовый цвет нам нужен теперь нам нужен вот этот желтый цвет мы его тоже сюда перетаскиваем тоже говорим что это будет у нас spot color это отдельный spot color говорим у нас будет елл я обычно стараюсь не называть полным именем еллов потому что черт узнает как там потом иллюстратор бывает и photoshop бывают они глючит если имена цветов совпадают поэтому на всякий случай там чтобы хотя бы он чуть-чуть отличался так ну black у меня есть но black тоже на самом деле лучше его сделать ой 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 давайте black тоже сделаем spot color вот видите он это имя не хочет поэтому надо сделать как как-то изменить было к например мы даем что это будет spot color окей о black пожалуйста на black он не дает потому что есть стандартный стандартный цвет блэку я как раз на этом попал так теперь теперь мы просто выделяем цвета все и зарисовываем вот в эти вот три понтона так выделяем вот это все выделяем вот это все выделяем этот черный лапы уши глаза наверное все если что мы потом увидим так и перекрашиваю это все вот в этот цвет это не просто черно сейчас это просто черный до простой черный такая или перекрашиваю вот в этот цвет как можно кстати даже проверить мы можем сейчас поменять этот цвет сделать например каким-то серым да просто вот серым да и мы увидим все ли я перекрасил смотрите а а вот увидите пятно осталось не перекрашенная вот оно видно а его можно удалить интересно его можно просто удалить оно не нужно это какой-то какой-то артефакт остался так это у меня черный теперь вот это вот давайте попробуем так скажем select same fill color так а ничего не выйдет смотрите они отличаются да вот эти цвета отличаются зараза это вот дизайнер поработал хорошо same fill color проверяем а вот это выделилась да вот но но без этого цвета но выделяем вместе вот этот перекрашиваем в этот цвет вот и выделяем сердце тоже говорим select same fill color тоже не выделяется но бог с ним сердца тоже разного цвета они там на пару процентов отличаются перекрашиваем в розовый линия кстати тоже линию перекрашиваем в розовый и ноги select same fill color а ноги и уши да это тоже у нас будет розовый немножко цвет поменял цвет поменял давайте смотрите вот что мы сделаем мы давайте это в группу пока соберем чтобы потом нам группу группу нельзя тоже собирать ну бог с ними ладно оставим пока так тогда мы смотрите что делаем мы открываем color 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 и кидаем сюда вот этот свет и берем от него скажем 50 процентов 50 процентов и кидаем тоже сюда смотрите это тоже как бы будет вот этот розовый то и этот он показывает что это тот же самый розовый но это 50 процентов поэтому теперь мы выделяем снова ноги same fill color и перекрашиваем этот свет так ну что все я все цвета перекрасил давайте опять таки мы можем проверить все ли у нас перекрашена до black перекрашиваем например давайте сохраним картинку только так мы говорим файл сейф ас котенок 2 будет так и проверяем сейчас меняем все цвета ну black мы поменяли в но практически в белый так розовыми меняем тоже практически в белый так и желтый мы тоже меняем практически в белый посмотрим да сейчас мы по идее а вот смотрите видите вот четко поменяли да увидели что осталось да вот эти вот вот эти вот объекты остались неправильного цвета да поэтому как бы мы выделяем вот это вот вот это и вот это и перекрашиваем тоже в розовый о вот у нас все объекты так теперь нам снова надо вернуть цвета те которые были правильные розовый на самом деле сейчас даже не важно какого он будет цвета вот так желтый и черный вот потому что опять таки цвета будут по факту те которые мы замешаем краску да то есть как бы какой цвет на картинке он может быть хоть зеленый да если мы замешаем в эту пленку в эту сепарацию розовую краску то объект получится розовый так вот вот сейчас у нас все разбито на разбито на цвета и теперь ну теперь нам нужно что нужно кресты поставить как положено да ставим кресты давайте сгруппируем это все чтобы не развалилась групп так ставим кресты у креста должна быть линия черная вообще линия должна быть регистрейшн так регистрейшн мы делаем линию color уберу пока чтобы не мешалось так рисую раз раз с шифтом раз раз с шифтом раз 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 теперь все эти объекты вообще все выравниваю по центру и подписываю сепарации так пишем текст у нас получается розе yellow и black делаем outline делаем on group это перекрашиваем в розовый цвет только не линию неправильно так это у нас мы перекрашиваем в еловый цвет и это он мы перекрашиваем только не в черный не просто в черный а в наш цвет было к в принципе все можно размер изображения немножко поменьше сделать так потому что он у нас так давайте это тоже в группу соберем чтобы не развалилась группа так уменьшаем размер вот и все на самом деле мы можем распечатать это да то есть я как бы сейчас пока картинку картинку эту не менял да то есть я только только с цветами разобрался да и попробуем это распечатать говорим файл print адобе по скрипт файл аутпут игрим separation так и говорим моде говорим separation а смотрим на у нас здесь остались все цвета где то где то что то где то что то осталось видите какие то объекты остались какие то объекты остались неправильных цветов давайте посмотрим может быть тут где то обводка осталось а ну-ка давайте уберем может быть вполне где то вполне возможно где то какая то обводка осталось давайте попробуем убрать обводку Так мы удалим Так Потому что заливку мы вроде все сделали правильную Так Еще раз попробуем Файл print Output О! Видите я убрал обводку Где-то какая-то была обводка Какого-то цвета И убрались вот эти вот стандартные цмиковские цвета Остались только наши понтоны Все, то есть мы берем дальше Вот этот вот понтон БЛК Он отличается А есть процесс Black, а есть наш понтон БЛК Это разные понтоны Говорим save C, TMP Вот это у нас будет Котенок K PS Сохранить, дальше мы говорим Файл print Adobe PAScript Output ROS Это у нас будет Котенок RPS И мы говорим Файл print Последний Пантон Yellow Мы говорим Котенок Это у нас будет YPS Yellow И вот у нас есть готовые файлы Теперь мы их можем открыть Так C TMP Вот он Раз 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 Вот у нас Желтый Так файл получился Вот у нас получился Розовый файл Только пленка Пленку я сделал чуть меньше Ну боксник как бы Не важно И вот у нас получился Черный файл То есть все Мы это берем Печатаем на принтере Вот у нас получилось Цветоделенное изображение Вот Это вариант Который Раньше я лично Всегда использовал Он на самом деле Безошибочный Вот этот Вот этот вот Вот этот вариант Чем он хорош Если вы видите На экране Правильное изображение Вы это Изображение Правильное Получите на пленках Вот Поэтому Вот я лично Очень часто Пользуюсь этим вариантом Вот Хотя и Второй вариант Есть Просто разобрать Файл Да Давайте мы Вот этот файл Сохраним Сохраним Так И теперь Попробуем его Разобрать Как это делается Смотрите Надо увеличить Ну увеличить Ладно Я потом Потом увеличу Да Вот Сейчас я показываю Второй вариант Вот Тот Тот вариант Которым пользуется Максимальное количество Шелкографов Так Смотрите Вот сейчас Вот это вот Объекты Друг на друге Да То есть все Они видите Они все Лежат друг на друге Здесь Вот лошадь у нас была Ничего не лежало Друг на друге Да Здесь все лежит Друг на друге Что мы сейчас делаем Вот в иллюстраторе Есть совершенно Прекрасная команда Я ее обожаю Вот В подфиндере Есть команда Которая называется Мерч Мы ее нажимаем И после того Как мы нажали Эту команду У нас все Стало Смотрите Вот у нас Все стало Все лишнее Убралось Да То есть он Вычел Все Все из всего Вот И теперь Дальше Я просто Увеличиваю Увеличиваю Канвас В обе стороны Увеличиваю Так Когда вот у нас Есть этот файл Нам нужно все По цветам Все объединить Я разгруппировываю Так И Беру Объект Говорю Select Same Fill Color Вот у меня Желтое выделилось Так И говорю Объединить Чтобы это вообще Был один объект Да Выделяю розовый Говорю Select Same Fill Color И говорю Объединить И Черный Выделяю Select Same Fill Color Говорю Объединить Так Вот сейчас Это у меня Готовые объекты Да Вот А Он Групп Да Вот Вот весь черный Весь желтый И весь красный Да Только кресты Да Поэтому Теперь Я выделяю Вот это Вот так вот Сальтом Делаю копию Еще делаю копию Так Так Здесь удаляю Желтый И розовый Здесь удаляю Черный И желтый А здесь удаляю Розовый И черный И вот у меня Получается Вот я ее Разобрал Так И теперь Я все Вот это Перекрашиваю В черный Цвет Только Не линию А я это Перекрашиваю Вот так И вот у меня Пленка Получилась Да Вот это Я сейчас Сохраню Как Это будет у меня Котенок 3 Вот это Я прямо Распечатываю На принтере Или там Отдаю на Фотовывод Вот у меня Получается Разобранная Картинка То есть Вот есть Два метода Вот Я считаю Что первый метод С разделением На правильные Цвета Он Более Правильный Более Классический Более Полиграфический Вот А второй Метод Он более Более Шелкографический Да Но вы Пользоваться Можете Тем Который Вам больше Нравится Опять-таки В разных Ситуациях Иногда Может Один метод Лучше Подходить Иногда Другой Да Но вот Очень важно Что вот В фотошопе В иллюстраторе Есть команда Мерж Она Очень хорошо Помогает Вот В таких Случаях Я исключительно Пользуюсь Этой командой Вот Продолжение следует